Наша музыка. Наша. У нас в гостях создатели благотворительного фонда «Я есть» актеры Егор Бероев и Ксения Алферова. Фонд поддержки детей с особенностями развития «Я есть». То есть это дети с синдромом Дауна, с аутизмом, с ДЦП. Ну, правда, дети уже даже, да, не совсем правильно. Люди. Люди, люди. Потому что у нас, да, как-то так уже возрастной. Взрослые тоже есть. У нас много кто есть, поэтому люди. И основная наша задача, у нас просто по стопу много людей обращаются, да, и мы так, это социализация и немножко, потому что отношение у нас в обществе к такого рода людям с особенностями, оно, в общем, мягко скажем, негативное. Ну, такая инерция советского времени. То есть их воспринимают как неких недо, недо людей. Неполноценных членов, в общем-то, информации. Информации. Ну да, это отсутствие, полное отсутствие информации на самом деле. И поэтому наша задача, как мы себе ее видим, она у нас такая, у нас много сверхзадач. Это поменять немножко, то есть вернее, кардинальным образом поменять отношение общества к нашим любимым, подопечным. И просто понять, принять их, заставить, ну не заставить, а мы никого не заставляем. Потому что то, что мы делаем, вот я вам начала говорить еще за кадром про то, что у нас главное слово хулиганство. Потому что мы никогда не собираем деньги, например, на наших праздниках, мероприятиях. Потому что нам, нас не надо жалеть. Мы, наоборот, показываем то, какие талантливые мы. А мы невероятно талантливые. Вот мы сейчас, да, если успеем, прочитаем несколько стихов. У нас есть, например, такой парень. У нас есть несколько человек, а не звезды нашего фонда. Например, Коль Голышев. У него синдром Дауна. И он пишет сногсшибательные стихи. Вот то, что мы, у нас просто мы не подготовились. То, что у нас есть, это раннее. Это то, с чего он начал. Это 8 лет. Например, да. Смешное, сумасшедшее катание на песочном тракторе. Большое, огромное катание на весь мир. У меня готов песчаный трактор. Он едет на больших колесах и даже летит, потому что у него есть крылья. Я еду на песчаном тракторе и даже лечу. Я дрыгаю голыми ногами, чтобы меня не узнали. Но все равно узнают. Большое, огромное катание на весь мир. Я потом прочитаю более философское такое, еще более философское. Нет, просто для нас это очевидно уже, да. Нам повезло, когда мы поняли, что мы готовы и хотим нечто подобное заниматься. И нас Господь так вот вывел к этим людям и познакомил нас с ними. С чего все началось? С чего начиналось? Долго мы будем, мы не уложимся в почество. Мы уложим, нормально. Вы тебе быстро говорите, мы все успеем. Интересно, потому что люди не знают. Вы занимаетесь, ну как бы вы актеры, да, вы снимаетесь там, не знаю, в театре и так далее. И вдруг возникает... Или я буду очень быстро излагать начало. Не, Егору бы тоже хотелось послушать, конечно. Ты начни. Как начиналось все? Ну, как-то вдруг возникла потребность задуматься о другом человеке. Мне очень нравится, митрополит Суружский сейчас в своей книге процитировал Бердяева. Это я не умничаю, просто хорошая, такая мудрая, спокойная вещь. Значит, если голоден я, это явление физическое. Если голоден он, это явление нравственное. Вот я думаю, что возможность наше общество сделать здоровым, цивилизованным и современным, это задуматься о другом человеке. Поэтому вариантов задуматься о другом человеке есть много. Другое дело, что вот нас Господь Бог повернул вот в эту сторону. Мы прислушивались к каким-то направляющим нам, да, всяким ориентирам. И в итоге вышли вот на эту тему, которая нам очень понравилась. Мы полюбили этих детей, полюбили эти интернаты, полюбили людей, которые работают с этими детьми. Поняли, что у нас есть силы, возможность и какой-то потенциал для того, чтобы сделать наше общество в этом направлении лучше. Можно я клянусь? Просто мы как бы там начинали, что ли, с того, это официально год существует, да, там собирали деньги на операции. Мы просто поняли, что у нас очень большой, так оказалось, помимо нас мы не ожидали большой кредит доверия от людей, который, в общем, ну, как бы ты как-то, если ты сознательный член общества, должен использовать в благих целях. А дети знают, что вы звезды, что вы актеры, что у вас... Нет, я не знаю, что им рассказывать. Нет, мы просто уже, мы такие, они, поскольку у нас недавно было такое сверхсобытие, и Егор про это расскажет, для нашего общества, я считаю, связанное с очень хорошим кафе, нашим другом, тоже у нас много друзей. И они так долго, ну, не долго, год, да, они, потому что мы очень часто у них чего-то делаем, какие-то детские праздники. Нам очень важно, и вот наши друзья, когда мы приглашаем наших коллег, чтобы люди понимали, что мы же, ну, не просто вывеска, а когда они видят... Все равно, когда человек известный, публичный, да, он какой-то тебе ближе, что ли, вроде как ты с ним вместе живешь на экране каждый день. Доверия больше к нему, тем более, если он тебе нравится, например. Не нравится, понятно, если нравится. И для нас это правда очень, но они, эти люди, они удивительные. Мне говорят, вы помогаете, я вот точно никому не помогаю, помогают мне. То есть мы хорошо устроились на самом деле с Егором сейчас, вот организовав этот фонд, потому что это люди, которые... То есть, ну, это такой заряд любви, невероятный света, который исходит от этих... Они же не просто так Господь же нам посылает кого-то. И вот есть такой факт очень, что статистика есть, что процент людей особенных, с особенностями удивительных, он не изменен. Это как некий такой гарант, как я для себя поняла, так у нашего с вами здоровья, чтобы мы совсем уж там хрюкать и гавкать не начали друг на друга, потому что они тебя лучше делают помимо тебя. Конечно, работы много, огромное количество направлений, и уже, благо, к нам приходят с предложениями другие. Не то, что мы как бы выдумываем, что-то кому-то идем, а уже люди про нас знают, уже что-то предлагают, уже там какие-то государственные организации, как Рослесхоз, да, вот такие вот. Ну много, да, музеи разные, хорошие. У нас Григорий Шалович Чахартишвили после одного из мероприятий сказал, ой, я понял, вы не лица фонда, вы его мясо. Нам это очень приятно, не то, что мы, а просто... И, конечно, это очень важно, что... Я хочу сказать про те... Про кофеманию. Про кофеманию. Про Борису Акуниевичу. Да, да, да. У нас... Я просто начала, а ты про Никиту, про нашего ребенка. Большое событие в этом году, большое, действительно, не только для нас, и даже не столько для Никиты, нашего друга и воспитанника, сколько для нашего общества. В этом году, вот уже, наверное, на протяжении четырех месяцев, Никита, 23 года, Никита Панин. Классный парень просто. У него синдром Дауна. Ему 23 года, у него синдром Дауна. Кофемания пригласила работать его поваром. И он четыре месяца учился, и сейчас на полном рабочем дне 12 часов работает в кофемании. Два через два дня, да. Два через два. Поваром. На Никитской он работает поваром. Причем, что мне понравилось, они обратили... У нас было потенциальное место работы для Никиты в другом ресторане, маленьком, хорошем, дорогом, итальянском, куда шеф... Итальянец хотел его к себе позвать. Но тут подоспела кофемания. Но мне очень рада, что там... И предложили сами. Сами, да. Слушайте, а почему именно вот поваром у него как-то... Он любит готовить. А он любит готовить, да. Ну, мы как-то вот на одном из мероприятий пошли с ним на кухню, и один из топ-менеджеров, наш друг Дима, он увидел, как Никита смотрится с каким-то обожанием на всех этих людей в колпачках, там что-то реже. И все, и на следующий день прислал СМС-ку. И он на следующий день сам прислал СМС-ку, мы пришли, поговорили. И да, СМС-ку мне понравился. А можно мы позовем Никиту к нам? И он составил целую программу для него. Мы ничего, это, то есть это их... Я понимаю, что прошел год, но у меня ощущение, что намного больше, потому что то вот, к чему к концу года мы пришли, такое огромное, вот, Федеральное агентство лесного хозяйства, с которым мы лес сажаем, и которые очень много чего-то теперь делают для нас, музеи, которые говорят, а можно, а давайте. А вот мы там сделаем это, и, собственно говоря, там моя теперь задача, я придумываю, что и как это должно выглядеть. Они делают, и наши дети. То есть мы уже очень много где. И вот то, что Никита, это у нас такой первый, у нас то, что много было, у нас есть несколько людей, которых мы очень хотим, я называю это показательное трудоустройство. И вот я надеюсь, что за этот год нас много... Никита отвечает за какое-то особенное меню, или... Нет, как? Все, что есть в карте? Общее меню. Нет, да, да. Нет, но они делятся там, у них есть деление, кто-то сладкое, кто-то... Мы вот просто вернулись, мы еще не видели, то есть мы... Потому что мы будем делать такой классный ролик на Ютьюбе про Никиту. Мы не видели, то есть мы специально сняли, с чего он начал, к чему он, я еще не видела, вот я приду на Никиту. Слушайте, если вот чуть-чуть раньше вернуться, буквально на днях мы просто с друзьями говорили о том, что когда достигаешь какого-то возраста, ну, у всех он разный, да, то уже недостаточно, ну, просто же и для себя хочется каким-то образом спасать мир, да. И вот, может быть, этот фонд для вас тоже, вы пришли к какому-то такому вот... Нет, Вахтанг, отдавать долги. А, в этом смысле, то есть уже хорошо, понял. Мне кажется, что, ну, мир, например, меня спасать не хочется, но... Но немножечко сделать мир лучше для того, чтобы моя дочь, наша дочь жила все-таки в этой стране. Нет, ну, имеется в виду, что-то делать уже не только для себя, а делать еще что-то для людей и для мира, в котором ты живешь. Я махровый патриот, вот такой прям махровый, потому что мое детство, оно советское детство, и я в этом смысле прям вот такой очень патриот своей страны. И мне обидно, вот, то есть это такая моя боль, когда я вижу что-то такое подобное, такое уродство, которое у нас происходит. Я прям, мне, я думаю, надо что-то делать, что, ну, не может, ну, не так не может... Потому что мы хорошие люди-то, расистские, мы добрые. Вашему фонду, как мы начали, с этого недавно исполнился год, и вы как-то отмечали это событие достаточно ярко, насколько я читал в прессе. А давайте перед тем, как мы про это расскажем, вам еще одно, оно такое... Ну, им заканчивать не хочется, оно такое грустное, стихотворение Колина прочитаю. Давайте. Просто важно сказать, да, синдром Дауна, у нас просто же Даунов, да, как воспринимают, это же вообще просто уже какие-то... Вот, пожалуйста, вам, 9 лет мальчик пишет, Коля Голышев, такое стихотворение у него есть. Сумасшедший батут, я прыгаю, кружусь, как на карусели, я лечу вверх, звезды сбиваю своей головой, я лечу обратно, я думаю об этой жизни, она пойдет в ад, и я не смогу больше прыгать, а буду просто лежать на уголке батута и петь тихую песню душ. Коля, да? Коля Голышев. Это тот самый, который написал про трактор, да? Да, я просто специально в том, что он совсем другое. Да. Ну, кстати, стиль угадывается все равно. Ну, он такой, это Акунин, когда я читала со сцены его стихи, он совершенно, он говорит, а можно я это посмотрю глазами, сказал он, и он взял эти листочки, как будто это просто какой-то старинный манускрипт, и потом он периодически выкладывает его стихи у себя, кстати, в ЖЖ. Есть еще Соня, да, у вас девочка? Есть Соня Шатал, у нас. У нас у всех с вами есть чудесная девочка, девушка, она теперь уже молодая, Соня. У нее, она девушка с аутизмом. Она считается голосом аутистов, потому что она пишет потрясающие стихи, вот практически с рождения, с восьми лет. Она не говорит, а она пишет в компьютере. Вот некоторые афоризмы ее. Грех. Короста на душе, отделяющая человека от Бога. Восемь лет. От детства. Восход судьбы в человеческой жизни. Десять лет. Душа. Это пустота в человеке, которую он заполняет Богом или сатаной. Восемь лет. Жизнь. Дуновение щедрости Божией на сотворенную им природу. Восемь лет. Знакомство. Встреча разных пониманий мира или даже разных миров. На самом деле, если наберите Соня Шаталова в интернете, и вы будете потрясены. Игра, игра. Восемь лет. В заправдошнее понарошность. Возвращаясь к году нашему. У нас просто есть теперь уже... Вернее, они с самого начала с нами были определенное количество наших друзей, которые... 23 мая у нас, день рождения. Я знаю, что этот день они оставляли себе. То есть они не ставили концерты специально в этот день, чтобы иметь возможность быть с нами. У нас был огромный, колоссальный... Вообще мы страшно этим гордимся, потому что все, что мы делаем, мы не тратим ни копейки на организацию. Вот у нас был концерт, например, на арт-плее. В самом большом их центрально высоченном зале, огромном. Соответственно, арт-плее нам это все давал. То есть все дают бесплатно, потому что я... Обязательно я говорю, пожалуйста, принесите свои логотипы. А пришлите мы на... Нам не нужно. Нам нужно, чтобы люди видели, как нас много. Потому что названия тех, кто с нами, они такие известные, крутые. И это важно, чтобы люди понимали, что не нас пожалели и пустили. А что это так уже целое движение некое. И вот Би-2, да, группа? Ну, конечно, Би-2, Чайф, Маргулис. Они с нами с самого начала. Они когда были у нас... Мураками. Ой, Мураками, это вообще... Любимые Мураками. Особенно Мураками. Я это называю... У нас был в Иваново большой такой проект. И последний день в ночном клубе был концерт. Куда пришли... Просто к нам приходит у нас публика наша. Это вот наши все с особенностями, с разными, с любыми. Там на коляске, без колясок, синдромов, без синдромов. И огромное количество обычных людей. И все вместе. И в Иваново они... То есть, понятно, да, это же все без этого... Про деньги никто вообще в принципе это не говорит. Они приехали, Диляра была... В Москву прилетели из Казани. Значит, со своей крошкой. Карина беременная. Карина была беременная. Они прилетели рано утром в Москву из Казани. На автобусе, на машинах приехали в Иваново. Кеша их вез на машине, да. В Иваново сыграли ночью. Часовой, даже больше. То есть такой полноценный концерт. И уехали обратно ночью в Москву, а дальше на поезд. Да, да, да. Удивительно, удивительно. Да, такой за деньги не копишь. Но Иваново было потрясено, на самом деле. И ночной клуб, где там шестые, ну, такое модное место. И охранники подходят потом, да, автографы брать. Такие с перекошенными лицами. Я говорю, слушайте, по-моему, такого счастья ваш клуб еще не видел. Ну, такое настоящее неподдельное счастье зрителей. Он говорит, знаете, мы только что об этом говорили. Как же это было потрясающе. Слушайте, ну, вот все равно, так немножко, может быть, каплю дегтя. Скляр, Саша. Вот вы все-таки известные люди, и поэтому вокруг вас все-таки много известных людей, которые вам помогают. Я пытался представить, а если бы вы были, не знаю, Петя Иванов и, не знаю, там, Маша Иванова. Нам было бы сложнее. Вам было, конечно, многое. Вообще невозможно нам было бы делать то, что... Разные, как бы, внушительные, такие весомые рестораны, как ресторан Пушкин, например. Ну, какие такие гламурные, да? Которые уже не первый раз. Огромное количество пирожков. Морсы, квасы, чаи. Специально, вот, для нашего мероприятия. Там, не знаю, кофемания. Огромные торты на наши 13 килограмм. Ну, точно огромные. Вольцваген возит наших детей интернатских каждое воскресенье на... И мы... И это не то, что их какая-то там договорная история. Это просто личная их заинтересованность, личное их участие. Просто компания Вольцваген выделяет там... Мы никого не уговариваем. И никто не просит нас вставить их логотипы куда-либо. Это уж мы просто по собственному... Но ведь пирожок из печи легче, чем вложить свою душу в этих детей. Слушайте, ну, знаете, не каждый, каждый по мере своих сил, что ли. Зачем же? Более того, не каждый... А вы знаете, вот те люди, которые хотят... Пирожков тоже душа. Какой-то выгоды, выгоды, они как-то отсеивают сами собой. То есть именно те люди, кто искренне хотят вложить в эту душу, те с нами остаются. Слушайте, скажите, пожалуйста, а вы каким-то образом общаетесь, взаимодействуете с другими, ну, фондами? Обязательно, конечно. Какое-то время назад Дина Корзунг к нам приходила, вот, рассказывала про то, что они делают. Как-то вы, может быть, хотите совместно у вас бывают вещи или нет? Или все-таки отдельно существует? Ну, вы знаете, у нас был этап... В общем, мы... Вот у меня есть мой товарищ-соратник Дима Акимов, который занимается фондом Морозовской больницы, который мы создавали тоже. И мы какое-то время занимались индивидуальной помощью. Мы отправляли детей лечиться. И, конечно же, тут не обходилось без помощи других фондов. То есть мы просто фондами объединялись. Там тот же фонд «Подарить жизнь» или «Большие». Фонд «Коммерсанта». Множество. Костей, Хабина. Ну, это всегда все вместе. Дело в том, что когда... Гоша, Куценко. С Гошей у нас программа есть чудесная на общественном телевидении, которая называется «Право на счастье». Такая большая... Вообще, кстати, между прочим, прецедент такой единственный, по-моему, в мире, часовая. Да, общественное телевидение пока у нас не самое популярное телевидение. Но, тем не менее, на канале, да, в федеральном канале, в прайм-тайм, в субботу, там, в 7, что ли, во сколько-то... Редкая возможность говорить об этом на телевидении. Часовая программа про людей со... Шоу, как бы такое развлекательное, по сути. У нас красивые люди. И все это очень... Это вообще дорогого стоит. Я про что начала говорить? А, про то, что, если мы говорим о мероприятиях, просто у нас определенная задача, да, такая. И определенная стилистика, то, что делаем мы, она очень такая хулиганская, яркая, радостная, талантливая какая-то такая. Мы всегда дружим и взаимодействуем, потому что у нас очень много людей, там, детей. Например, нам из Морозовска звонят, говорят, вот у нас там девочка с синдромом Дауна лежит. Надо взять над ней, которая лежит, там, лечится от лейкемии. Соответственно, мы сиротская девочка, естественно. Да, мы ее берем там под свою опеку. Либо нам кому-то надо вылечить, помочь, да-да-да-да-да, либо... Ну, то есть это все фонды между собой очень сильно дружат и взаимодействуют. То есть если ты занимаешься этим, то ты уже информирован обо всем, и это как бы уже взаимодействие идет. А чем могут помочь наши слушатели вашему фонду? Участием, предложением, идеями... Нам нужно, например, много волонтеров. И, например, здесь такая чудесная, я раньше не верила в Фейсбук, но с тех пор... Я вот сейчас как раз смотрел, да, что вы пишете, друзья, нам нужны волонтеры. Друзья, нам нужны волонтеры. Волонтеры нам очень нужны, потому что у нас есть, помимо там родительских детей, интернат, который мы курируем. Ну, вот в Москве один, плюс еще не в Москве, но пока... Вот, и мы детей из интерната этого, а дети, которые в таких интернатах, они же вообще, ну, как бы, вот это ужас. За решетками сидят, и их мало куда вообще, куда-то вывозят. И мы их каждую субботу, воскресенье обязательно возим всякие мастер-классы, парки, спектакли, зоопарки, куда угодно. Бассейн. Бассейн это еще. Следующий уровень это еще. Каждый вторник они, то есть у нас, ну, как бы в течение недели они очень много... Но для этого нужны есть строгие правила, что на одного, на двух детей должен быть еще один волонтер от нас. А в бассейне на каждого. А в бассейне на каждого. Ну, естественно, конечно. И нам не хватает людей, то есть мы... Хватает на маленькое количество детей, но там много детей, и тогда, ну, как бы, просто сделать возможность... Ну, вот насколько социальные сети, тот же Фейсбук, вам в этом смысле помогает? У нас все волонтеры из Фейсбука. Вы знаете, не все, не только нельзя сказать, что все, но я могу сказать, что мы счастливые люди, потому что за время работы в фонде, за время общения со всякими людьми, работающими в этой сфере, в учреждениях, чиновниками, мы встретили большое количество удивительных, редких людей, начиная от каких-то... В том числе даже и начальников, и вот нашими... Единственных, как ни странно, начальников, чиновников. И заканчивая нашими потрясающими волонтерами, которые просто регулярно, исправно, утром, там, когда-то с пробками... Свободное от работы время. Свободное от работы время приезжают и с нашими детьми, и просто это какое-то невероятное... И благодаря, то есть люди... Счастье видеть и знать этих людей. И люди, которые благодарят... Мне смело говорят, слушайте, вы не нас благодарите, вы себя сами благодарите. Спасибо, что дали нам возможность быть с этими детьми. Слушайте, ну вот это все происходит... Все-таки, ну, ну... Ваша идет инициатива, и вы все делаете. А как-то, не знаю, государство каким-то образом принимает участие в этом? Или все-таки это частным образом происходит в большей степени? Государство по мере возможности, конечно, да. Надо просто рассказывать государству о том, что происходит у нас в стране. Я думаю, что в данном случае я могу сказать про совет, про совет попечителей по вопросам здравоохранения и социального развития под... При Ольге Юрьевне Голодец. А при Голодец, при Ольге Юрьевне Голодец, это удивительная женщина, которой я очень благодарен за ее внимание к проблемам страны, к ее искренне, действительно подлинная заинтересованность в тех действиях, которые происходят вот среди вот этих вот благодворительных организаций, среди прогрессивных директоров учреждений, главврачей, которые собраны в этом совете. И я думаю, что, ну, благодаря этому совету в нашем государстве на уровне законодательства, на уровне каких-то правил и старых вот этих вот норм 63-75 года что-то начинает меняться. Ну, потихоньку, это сложно. Просто, ну, мы, я часто же общаюсь там... Потому что без взаимодействия с государством изменить что-то сложно. Невозможности бороться, потому что есть же много всяких правил, которые ты не можешь поменять. А есть ли какая-нибудь цель, которая кажется вам недостижимой на данный момент, но вы идете к ней? Может быть, вы ее озвучите, найдутся люди у приемника, которые помогут вам ее решить. Я не знаю, там, свозить детей в Диснейленд, отвезти на море. Ну, как раз, это достижимая цель. Регулярно. Один раз отвезти на море, это не фокус. А вот каждый год вывозить их на море, это было бы чудесно. Знаете, я сейчас... Я думаю, что создание вот такого рода центров, готовых к информированию людей в провинции, в том числе и в Москве, не хватает. Один центр лечебной педагогики... Не информирование имеется в виду, а реабилитация. Просто у нас есть вот... Реабилитация, информирование... Центр лечебной педагогики. Это единственное место в Москве, куда там очередь 500 человек на первичную консультацию. На Львовну Битову. Не хватает просто. У нас некому... Можно обвинять как угодно людей, что они оставляют таких детей там в детдомах, но просто системы нет. Мы там пытаемся сейчас, но мы же не государство. И вы знаете, в провинции очень много прогрессивных, реальных семейных центров, которые занимаются... Как правило, да, такие частные центры, на которые нужны, конечно. Хотя мы детей не собираем об этом, ну, потому что это вот какая-то уже отдельная, и не задумывались об этом. Но они, в общем, нужны. Даже просто на издание. Вот мы издаем книги вместе там с одним издательством, которые необходимы. Классные такие, чудесные такие. Слушайте, у нас совсем уже нет времени. Давайте еще раз, может быть, скажем, как люди могут вас найти. Вот я вижу, Facebook страница, фонд «Я есть». Можно зайти и стать волонтером. У нас пока только Facebook, потому что нас на все не хватает, мы никак сайта сеять не можем. Ну, тогда приглашаем волонтеров к вам в Facebook, фонд «Я есть». Снайдите эту страницу. Ну, пока есть Facebook и телефон фонда 8903-722-2008. Спасибо вам громадно за то, что вы пришли и рассказали. А я напомню, у нас в гостях сегодня была Ксения Алферова и Егор Бероев. Спасибо. И учредители фонда «Я есть». Спасибо вам. Вахтан, Павел, спасибо. Всего доброго. До свидания. Хорошего дня. Наши.